Природа, яркая листва и сочная трава, на которых нет вездесущей городской пыли. Просто мечта. Как только выпадает случай, городской невольник выбирается из социальных сетей, квартир и офисов и бежит восстанавливать силы в горы и леса. Отважились на такое путешествие и наши друзья Витя и Настя. Долгий пеший маршрут их вымотал, но как только они подумали о привале и обеде, то снова расправили крылья. Но хорошего обеда не получилось. Сначала все дрова в округе оказались сырыми, и вода долго не закипала, потом каша в котелке пригорела, потому что костер, наконец, неожиданно разгорелся. Да еще и пластиковые тарелки в рюкзаке помялись. Мечты о комфортном привале разбились в пух и прах. А все из-за неумелой подготовки к походу. Всем привет! Меня зовут Александр Калужин, и это программа «Советы туристу». Сегодня мы поговорим о крайне важном – о правильной организации питания во время путешествия. Что и говорить, одними красотами сыт не будешь. После дня на воздухе силы нужно восстанавливать горячей, сытной и, самое главное, не подгоревшей едой. С первого раза что-то хорошо приготовить на костре редко у кого получается. Но ведь техника не стоит на месте. Так почему бы не избавить себя от неудач с костром и не воспользоваться плодами прогресса? Пока Витя и Настя утоляют голод чаем, а приготовить хорошо им удалось только это, я отправляюсь в специализированный магазин и узнаю, какие технические новинки есть на сегодняшний день. Конечно, на электронную скатерть самобранку я не рассчитываю, но вот что-нибудь получше котелка на огне я обязательно найду. Внимание, друзья! Если вы тоже заметили, что слабым звеном в ваших путешествиях является приготовление пищи, то эта программа для вас. Сегодня мы расскажем, как превратить привал в праздник. Ну или, как минимум, без проблем организовать простой обед. У древних людей было много времени на приготовление пищи. Они сидели у огня и ждали, 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 пока, наконец, приготовится их антилопа. У современного туриста такого избытка времени нет. Он очень занят. Поэтому вместо того, чтобы любоваться огнем, многие путешественники обзаводятся горелкой. А горелки бывают самые разные. Что я вам скажу? Прогресс действительно шагнул. Как работают некоторые из этих агрегатов, я, честно, даже и не совсем понял. И чтобы не плутать в рядах этих горелок, обращусь-ка я, пожалуй, к настоящему специалисту в этой отрасли. Саш, привет! Здравствуйте! Нам нужна хорошая, надежная газовая горелка. Ну и вообще хочется собрать оптимальный костровой набор, чтобы ничего лишнего с собой не таскать и чтобы без необходимого не остаться. Что посоветуешь? Для начала вы должны определиться, в каких условиях и вообще для чего вам нужна горелка. То есть ПВД, то есть походы выходного дня, двое-трое суток. Или все же это больше выезд на природу, на машине, где вы никуда не ходите. А еще должны подумать о том, в каких условиях это будет лето всегда, весна и зима, это не будет. Или будет иногда зима. Если мы ходим только летом, то есть не то, что минус, там плюс пять у нас даже встречается редко. Проще взять самую дешевую, относительно легкую горелку, работающую только от самых баллонов. То есть у нее просто и цена, и вес, и объем. Газовые горелки имеют различную конструкцию. Одни стоят прямо на баллоне и выглядят, прямо скажем, несколько неустойчиво. Она накручивается на баллон сверху. То есть у нее как бы, скажем так, из минусов, да, то, что она неустойчива, существуют под баллоны специальные подставки, чтобы баллон стоял более устойчиво. Ну, тоже ее нужно караулить во время готовки. Иные горелки прочно стоят на земле и соединяются с баллоном через шланг. Это несколько уменьшает мощность, зато не надо все время бояться, что кастрюля перевернется. А вот это вот что за штука еще здесь? А, это пьезоподжиг. То есть вам нужна зажигалка, ничего не нужно, вы просто нажимаете и газ зажигает. Баллончики бывают разные, в зависимости от типа соединения. Самые простые, цанговые и более дорогие и надежные, резьбовые. После использования и те, и другие, можно закрыть, снять и хранить хоть до следующего туристического сезона. Слушай, ну вот баллоны, ты говоришь, бывают разные. А баллоны вообще можно дозаправлять, если вдруг газ закончился? Ну, можно, но нежелательно. Не больше пяти-семи раз. Для зимних и летних путешествий баллоны используются с разными смесями. Все дело в температуре испарения этих газов. В теплое время подходят те, что наполнены бутаном или изобутаном. Для зимы лучшая смесь с преимуществом пропана. Даже не думал, что в мире горелок может быть такое разнообразие. Так, с горелкой мы разобрались. Горелка у нас есть. Что с посудой? Пойдемте выбирать посуду. Пошли. Для нашей горелки. Стандартные материалы для кемпинговой посуды – это нержавеющая сталь и алюминий. Нержавейка оптимальна для посуды, которая должна сохранять тепло. Например, для чашек или тарелок. Алюминий же хорош для готовки. Он отлично проводит тепло. Выбирая посуду, нужно задаваться вопросом, как и для чего, и где вы будете использовать эту посуду. Потому что есть люди, которые выбирают посуду себе с расчетом на то, что иногда будет готовиться на костре, а иногда будет готовиться на газу. С материалами для туристических сервизов все понятно. Осталось выбрать форму и размер. Чтобы не таскать с собой лишний багаж, лучше всего взять готовый набор, где инженеры уже все просчитали. Ну, советую для новичков взять набор, скажем, так называемый матрешка. Одно в другом. Сделан он из анодированного алюминия, что, скажем так, понижает вероятность поцарапать его и позволяет очень легко его мыть. Нюансов оказалось много. Но мне кажется, для наших героев мы собрали отличный комплект. Газовая горелка и набор посуды из анодированного алюминия. Теперь нашим героям можно устраивать трапезу в любой момент похода. Грустить над сырими дровами им больше не придется. Но прежде чем передать результаты нашего сбора нашим героям, предлагаю посоветоваться еще с одним человеком. Не надо строить иллюзии, будто о еде в походе думают только туристы-чайники. Профессиональные путешественники переживают по поводу пропитания не меньше. Ведь от этого порой может зависеть целое мероприятие. Например, какое-нибудь восхождение. Вот именно с таким профессионалом мы сейчас и поговорим. Что он думает о нашем выборе. Александр, здравствуйте. Добрый день, Саша. Знакомьтесь, это Александр Рябухин. Человек, который знает о горелках больше, чем газосварщик. Человек, который приготовил на природе еды больше, чем в своей микроволновке. Поговаривают, что он на этих котелках и горелках собаку съел. Но в переносном смысле. Ну что ж, поделитесь своим профессиональным взглядом, как вам наша покупка. В данном случае мы рассматриваем газовую горелку. Но она всегда пригодится не только на восхождениях, там, где нет древесины. Порой мы очень часто путешествуем в районе заказников, например, заповедников, где использование открытого огня, имеется в виду костры, крайне запрещено. И очень часто в таких случаях выручают газовое оборудование. Но вот эта горелка чем удобна? Тем, что она оборудована пьезоэлементом, у ней есть хороший рассеиватель и, самое главное, есть адаптер. Он может использоваться как на резьбовом соединении, так и на вот таких другого вида баллонов. Александр отметил, что у данной горелки и шланг оптимальной длины, и поставка хороша. На такие удлиненные консоли поместится даже большая кастрюля. Ну, так же важна и посуда, в которой вы будете готовить. Ну, вот это уже более-менее современная посуда туристка. Здесь она доработана еще вот такими немаловажными деталями. Вот этот сплав позволяет очень компактно и правильно распределить тепло, излучаемое горелкой, по всей поверхности, ну, вот данной кастрюли. Ну, надо сказать, что внутри они анодированы, и это увеличивает теплообмен, что немаловажно. Ну что ж, эксперт дал хорошую оценку набору, который мы приобрели. А значит, наши друзья-чайники с таким оборудованием не пропадут. Ну что ж, наконец-то теперь Витя и Настя смогут наварить себе походного супа, каши или еще чего-нибудь. Но вдруг мы что-то упустили? Вдруг в этой всей походной утвари есть какие-то неявные пороки? Так что давайте-ка сначала сами проверим все это костровое снаряжение на практике. Для наших героев мы приобрели газовую горелку, и настало время ее испытать. Мы решили не просто проверить, горит она или нет, а насколько эффективно она горит. Проверим, сколько воды мы можем вскипятить одним баллоном, и поймем, какое количество газа нужно нести с собой в горы, если вы идете вдвоем. Мы взяли баллоны с изобутановой смесью. Сам баллон весит 250 грамм, газа же в нем 200 грамм. По инструкции, по надписям этого баллона должно хватить на 10 литров. Сейчас их проверим. Включаем горелку и ставим на нее самую большую посудину из нашего набора. Объемом 2 литра. Запас воды у нас достаточный, остается только ждать и наблюдать. Ну вот, наконец-то пламя начинает слабеть. Наверное, газ уже на исходе. И, наверное, вот этот котелок очередной, наверное, закипеть все-таки не успеет. Итак, очень даже неплохо. Всего один такой баллончик позволил нам приготовить 12 литров кипятка. А с виду и не скажешь, что эта емкость с газом такая продуктивная. Получается, что нагрузив на себя чуть больше килограмма, горелку и баллон, вы в течение как минимум двух дней не будете переживать по поводу наличия огня. Быстро, комфортно и удобно. Ну что ж, горелку и походную посуду мы проверили. Справляется отлично. Теперь можно с полной ответственностью рекомендовать ее нашим героям. Ну что ж, поздравляю. Наконец-то закончились ваши злоключения. Держите, это вам. Теперь можете даже в лесу и оставаться. Открывать здесь свой магазин и торговать чаем. Кстати, спасете немало отставших от групп туристов. Итак, если и вы в ближайшее время собрались отправиться на поиски походной утвари, напоминаем, лучшая горелка – это подобранная по тем климатическим условиям, которые вы собираетесь. Если берете газовую, то, пожалуй, лучше с выносным баллоном на шланге. Посуду стоит брать в виде готового туристического набора. Он займет минимум места и будет удобным в использовании. На сегодня выбор сделан. Не пропускайте выпуски наших программ, и тогда на привалах вы будете чувствовать себя туристом с большой буквой «Т». Это была программа «Советы туристу». Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok